Депутат областного совета погорел на взятки в Виннице. Правоохранители имени не называют, но известно, что это глава экологической комиссии облсовета. А должность эту занимает радикал Владимир Криско. По данным следствия, депутат требовал 3000 долларов. За эти деньги он должен был согласовать продажу на аукционе лицензии на добычу песчаника в Ямпольском районе и вынести этот вопрос на рассмотрение сессии. А буквально на прошлой неделе, 30 августа, на взятках попались сразу два радикала. В Киевской области задержали главу земельной комиссии Фастовского гурсовета. Согласно данным официального сайта, эту должность занимал Андрей Корецкий. Он же руководитель местной ячейки радикальной партии Олега Ляшко. По данным ГПУ, чиновник требовал 70 тысяч долларов у одной из религиозных организаций. Взамен на помощь с выделением полутора гектаров земли под кладбище. В тот же день в Ривне задержали местного депутата от радикальной партии Владимира Кудрина. Он хотел получить 5 тысяч долларов. Гарантировал, что не будет мешать застройщику работать. Писать депутатские запросы и инициировать всяческие проверки. Кудрина задержали в офисе. Пачку купюр нашли под диваном. Обнаружили также обработанный янтарь, примерно полкило и наркотики. Его отпустили под залог в 128 тысяч гривен, которые внесла сестра. Что уж говорить о депутатах-радикалах на местах, если грешить с размахом, не бояться их однопартийцы в парламенте. А лидер полиции Олег Ляшко и вовсе не раз становился основным персонажем журналистских расследований. Из свеженького медийщики раскопали, что радикальный борец с коррупцией в последние два года активно скупал землю и недвижимость. Но все предусмотрительно оформлял на родственников. Кому же из радикалов жить хорошо в нашем материале. Нардеп радикал Андрей Лозовой. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. При зарплате в 200 тысяч в год за последние два года он накупил имущество на 9 миллионов гривен. Коллекция швейцарских часов, старинного оружия, картин и святых мощей. А еще целые стопки денег наличными. По словам депутата, все это он заработал еще до того, как пришел в парламент. Сейчас Лозовой ждет очередное представление на лишение его неприкосновенности. Первое в июле депутаты провалили. Вскоре иммунитета может лишиться еще один одиозный нардеп радикал Игорь Масейчук. Уже во второй раз. Напомню, еще в 15-м году против него открыли уголовное дело за взяточничество. Тогда прямо в зале парламента ГПУ опубликовало скандальное видео с участием нардепа. По карьеру, я тебе рассказываю, значит, ну, минимум 100 тысяч гривен нести надо. Масейчук вымогает деньги за помощь в получении лицензии за разработку карьера. За это обещает депутатскую защиту от правоохранителей. Как была конституция. После этого видео Рада забрала у Масейчука депутатский иммунитет, а его самого взяли под стражу. Суд тогда проходил в лучших традициях политических шоу. Со скорой, врачами и носилками. Однако лишение радикала неприкосновенности отменил Верховный суд. Теперь в Генпрокуратуре готовят против него новое уголовное дело. На скамье подсудимых рискует оказаться и сам лидер радикальной партии Олег Лешко. Главный борец коррупции в парламенте. Высший законодавчий орган Украины мае дбати про украинских громадян. То и дело Лешко позирует на камеры среди селян, катается на телегах, а коррупционеров обещает наколоть на вилы. Однако вдали трибуны и объективов ведет совсем другую жизнь. Из повозок пересаживается на свой бронированный кадиллак или в кресло самолета. Таиланд. Элитный итальянский остров Капри. И более скромные Испания, Хорватия и Австрия. Далеко не полный список мест, где Лешко, наверное, борется с коррупцией в Украине. По подсчетам журналистов, за последние три года лидер радикалов приобрел недвижимость и землю более чем на 20 миллионов гривен. При том, что бизнесом никогда не занимался. Еще в июле в специализированной антикоррупционной прокуратуре против главного радикала открыли два уголовных дела. За неуплату налогов и покупку элитного дома. Речь идет о шикарном имении площадью в 500 квадратов в Конче-Заспе стоимостью в 15 миллионов гривен. Но вот откуда взял на это деньги, главный радикал объяснить не смог. По данным нового журналистского расследования, это далеко не единственная покупка Лешко за последние два года. Как утверждают журналисты, Лешко приобрел 13 земельных участков под Киевом, оформив их на родственников. Активы депутатской семьи пополнились и тремя квартирами по 100 квадратов в самом центре столицы, элитном доме на улице Щерса. Стоимость этой недвижимости больше миллиона долларов. Все эти покупки радикал делал не сам, а через родственников. И в его декларации об этом ни слова. Если эти факты докажут, речь может идти о коррупции на десятки миллионов гривен. И не исключено, что в ближайшее время в Раде может появиться и представление о снятии депутатского иммунитета с лидера радикалов.